Основной инструмент – это нож и ваши завистирующиеся. В начале мая на земле Псковской проходил трехдневный семинар профессора Агеева. Послушать профессора съехались люди со всех уголков страны. Все, как и я, когда-то наткнулись на его видео в интернете и загорелись идеей познакомиться с этим великим человеком. Говоря великим, я ни разу не лукавлю и не преувеличиваю. В последнее время его очень часто называют вторым Мичурином. Но, на мой взгляд, это не очень корректно. Он не второй Мичурин, а первый Агеев. Но этот вопрос мы оставим за скобками. Хотя общего в их судьбах немало. Вот только Мичурину повезло. С приходом советской власти в его жизни тогда многое изменилось. Ведь у него были не только ученики, но и поддержка государства. Он знал, то, что он делает, нужно и важно. А в будущем его работа будет продолжена последователями. А здесь, на мой взгляд, другая, гораздо более грустная история. Хотя я бы очень хотела заблуждаться. Если честно, я ехала на семена Рагеева с целью узнать что-то такое, что перевернет мое представление о садоводстве и плодоводстве в принципе. Я знала, что Борис Николаевич делает зимние прививки со стопроцентной приживаемостью. Практикует прививку на трех-четырех корнях. Его однолетние саженцы входят в стадию плодоношения с первого года. А его технология выращивания подвоя с хорошо развитой компактной корневой системой могла бы решить многие проблемы. И да, мое сознание действительно перевернулось. Я, конечно, не профессор, но мне казалось, что за 18 лет работы с растениями я что-то знаю и умею. Но оказалось, что это не так. Слушая Бориса Николаевича, я чувствовала себя младенцем, ничего не знающим о растениях. А ведь все так просто, и все ответы лежат на поверхности. Нужно только включить мозги, подумать и не уходить в крайности. И самое главное, всегда искать золотую середину. В конце концов, доверять своей интуиции. И тогда все встанет на свои места. Напротив этого реза, на противоположной стороне реза должна быть почка. Да, желательно. Это после завязки напрочь не следит. Соотношение длины к ширине оптимально. Где-то один к пяти, один к семи. Диаметр длины. Для чего это нужно? Когда завязываем, они более гибкие и плотно прижимаются срезами подводной кривой. Вот научитесь такие вот длинные срезы делать. Короткие вы всегда научитесь. Собирается. Кому надо. Ну и так далее. Хорошо. На сегодняшний день в нашем регионе остро стоит проблема с хорошим плодовым посадочным материалом. Мы имеем либо дешевые саженцы, выращенные в южных регионах и привыкшие к совсем другим условиям, либо контейнерный финский материал, качество которого последние два года оставляет желать лучшего. Агеевская технология и его саженцы могли бы стать выходом из положения. Можно было бы иметь дешевые саженцы высокого уровня, абсолютно соответствующие региону, где они будут расти. Но, но пока увы. Простите, но мы намеренно не показываем его питомник и не даем контакта. Те, кому нужно, найдут его и так. Сейчас информация в интернете умеет работать каждый. Но я не хочу упрощать жизнь тем людям, которым придет в голову получить какую-то выгоду за счет Агеева. 4-5 лет прошло. Срезаем и восстановим. А как срезаем? И отсюда из спящих почек пойдет. Вот все питание сюда пойдет, где-то будет мощнее, потом свисает она. Ой, у нас салат будет с листиками. С лепестками. А, и груши. Какая прелесть. Вот такое эмоциональное и не очень веселое видео у нас получилось. Но я рада и безумно горжусь знакомством с этим человеком. Хотя мне жаль, что оно не случилось 10 лет назад, когда во мне еще была жилка авантюризма. И можно было бросить все и уйти в производство. Возможно, кто-то из нашей группы, из тех, кто приехал на семинар, станет его последователем и продолжит его дело. А может быть, кто-то из вас после нашего видео найдет профессора. И, как знать, может в наших садах и на наших прилавках появятся наши яблоки, груши, сливы, алыча, а не с дальнего или ближнего зарубежья. Ведь, как мы выяснили, наши намного вкуснее. На этом все.